Идея организовать в Калиновке клуб пришла Светлане Борисовой и ее сестре Надежде. Сначала занятия проходили в маленьком, малокомфортном помещении. Тогда девушки решили, что необходимо новое здание. За помощью обратились в местную администрацию и в скором времени уже отмечали новоселье. Как только мы открылись, народ сюда пошел действительно прямо толпами, в прямом смысле слова. Сюда пошли педагоги. Оказалось, что в Калиновке очень много талантливых людей, которые просто спрятались где-то там у себя в домах и сидели спокойно, даже не подозревая. Как только точка доступа появилась, люди сразу стали себя проявлять. Клуб Содружества по сути общественная организация, поэтому педагоги бесплатно занимаются с детьми. За этот год здесь открылось множество кружков. Особым спросом пользуется театральный. Арина и ее брат Алан с удовольствием участвуют в спектаклях и разучивают сценки для КВНа. А сегодня впервые привели на занятия свою младшую сестренку Еву. Мы готовимся выступать на КВН. Мне здесь нравятся всякие сценки ставить там. Мы заготавливаем выступления к разным праздникам. В клубе работают различные кружки по декоративно-прикладному творчеству. Занимаются лепкой из пластилина, бисероплетением, изобразительным искусством. Для закупок различного инвентаря сотрудники иногда обращаются за финансовой помощью к депутату Московской областной думы Владимиру Жуку, который на их просьбы всегда откликается. А в этом году коллектив решил принять участие в премии «Наша Подмосковья». Если удастся нам выиграть премию в «Нашей Подмосковье», мы мечтаем приобрести для клуба проектор. Для того, чтобы мультфильмы наши детки могли просматривать. Также закупить какой-то инвентарь для нашего клуба. Сейчас в клубе зарождается новый коллектив. Один из педагогов изъявил желание создать небольшую вокальную студию для детей. Так что в ближайшем будущем своим музыкальным творчеством ребята будут прославлять Калиновку уже в районе, а возможно и в области. Ирина Бокова, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.